здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я вика как я обещала сегодня мы свяжем подробно карман девчонки вот карман который у нас в этом жилете вчерашнее видео вот я его попробую ранее связала на чулочной глади видите вот то что я говорила кромочные видите как выделяют сейчас я вам показала натуральном виде сейчас я его разутюжу и покажу вам еще в разутюженном заготовка у меня из 16 петель тут уже петли количество я не очень буду углубляться сам факт и вот предположим основная деталь да вы связали заготовку карманом и оставили на дополнительной спице и вот у вас основная деталь вы вяжете когда вы довязали до нижнего края расположение кармана вы присоединяете карман к основному полотну 7 петель так как определить место я распад определяю посередине то есть вот у меня карман из 16 петель деталь у меня 35 то есть у меня остается свободных 14 петель 7 петель в одну сторону и 7 петель в другую сторону вот они 7 я отделяю маркером теперь важная деталь девчонки сейчас как мы прикладываем вот это вот должна быть лицевая сторона это в том случае если у вас вот узор да допустим там у вас деталь с косами то есть лицевой стороной вы прикладываете к лицевой стороной основной детали вот то есть здесь у вас должна быть изнаночная сторона и вот так вот совмещать те две спицы и вяжите одновременно по одной петле с каждой спицы по 2 вместе с передней спицы я переснимаю на заднюю и провязываю две петли вместе таким образом присоединяем наш карман вот последняя 16 петля вот здесь мы эту дополнительную нить можем затянуть и закрепить так вот и это сделано продену туда и здесь делаем узелочек вот это все у нас будет внутри кармана поэтому лучик не будет виден вот теперь здесь я даю еще один маркер вот эти 16 петель у меня расположены между маркерами здесь у меня следующие 7 петель оставшиеся вот вяжу до конца ряда изнаночный ряд вяжем без изменений маркеры нам нужны для того они не обязательно если у вас допустим рельефный какой-то узор и вы видите то они не нужны вам эта петля будет видна я ее я их дала только для того чтобы не потерять крайние петли вот потому что в платочной вязки они могут потеряться вот в изнаночном ряду мы ничего не делаем абсолютно мы только вяжем по узору это в любом при любом раскладе при любом узоре изнаночный ряд мы просто провязываем по узору прикрепляем карман мы всегда в лицевом ряду вот следующий ряд лицевой ряд вяжем боковые петли до маркера переснимаем маркер вот она первая петля за которым мы будем крепить наш карман и вот он наш первый ряд лицевой глади и вот она кромочная которая провязана лицевой вот забыла сказать что кромочные вязала лицевыми петлями вот и я цепляю эту кромочную одеваю на спицу и провязываю 2 вместе теперь вяжу средние 14 петель последнюю я оставляю 14 я имею ввиду между маркерами одну мы провязали еще 14 вяжем лицевыми петлями пока не останется одна вот она одна здесь эту петлю мы переснимаем на правую спицу не провязаны тут смотрим вот она наша первая оборостка лицевого ряда да вот нам нужно за ту же оборостку здесь ухватить вот она кромочная первой оборостки мы одеваем возвращаем переснятую петлю и провязываем две петли вместе все мы прихватили за одну кромочную за одну кромочную вот этого первого ряда видите вот первый ряд у нас ушел в крепление следующий ряд мы будем крепить за вот эти вот кромочные 2 ряда вот он есть немного сместился вот он второй ряд и здесь второй ряд так изнаночный ряд я провязываю просто по узору так следующий ряд мы будем крепить второй наш ряд все точно так же единственный нюанс сейчас мы их прикрепим я вам покажу так теперь следим 1 у нас прикреплен и теперь нам нужно поднять вот эту вот кромочную следующий бороздки второго ряда так надели провязали 2 вместе вяжем до следующего маркера так одна петля осталась смотрим вот она наша вторая одеваем ее ой нет мы переснимали дети переснимаем одеваем кромочную вначале мы не переснимаем здесь переснимаем в конце так и вяжем до конца ряда вот таким вот образом мы присоединяем все наши петли вернее все ряды вот так в каждом лицевом ряду посмотрите сейчас мы прикрепили 2 2 ряда вот этих вот две бороздки потом у нас пойдет 3 вот видите смотрите аккуратно вот он третий наш ряд в следующем лицевом ряду мы будем цеплять вот за третий ряд потом четвертый пятый шестой вот следите за тем чтобы у вас было здесь прикреплена петля с этого ряда и здесь прикреплена петля с этого ряда так смотрим видите вот очень важно здесь следить чтобы у вас все шло в параллель вот мое последнее прикрепление и вот здесь последняя то есть вот свободное следующее если мы поведем вот эту дорожку вот свободное вот она видите все идет в параллель если вы чуть-чуть пойдете наискость потеряете какой-то все уже карман пойдет наискость так что это самый важный момент следите при платочной вязке следить очень легко потому что здесь вот видите вот это вот дорожка ряда она прекрасно видно то есть вы отследить все свое движение очень просто вот и так вот мы продолжаем до самого конца вот смотрите в итоге у нас получается что мы приблизились практически вот видите последняя у меня была дорожка и теперь вверх вот сейчас мы цепляем последний ряд и вяжем просто основную деталь сейчас я уже маркер снимаю так теперь вот видите за последнюю но я ее уже цепляю совсем завершен вверх чтобы было красиво и провязываем так это пока оставим теперь эту второй маркер я уже и потеряла видите как у меня все быстро так вот он последний здесь тоже мы хватаем за верхушечку вот так вот и одеваем вот он наш карман видите далее мы продолжаем вязать нашу основную деталь без кармана карман у нас уже готов смотрите все он у нас уже прикреплен еще можно вот эту нитью как бы сейчас я провяжу еще чуть покажу окно и вот девчонки финал видите я провязала чуть-чуть чтобы вам было видно и здесь хочу показать вот смотрите она вроде бы как держится но это карман и для прочности я бы конечно рекомендовала вот этот вверх как бы пару стежками буквально закрепить с обеих сторон вот с этой стороны тоже вот и все девчонки так еще хотела показать вам разутюжины вот смотрите в чем разница здесь я не меняла местами петли видите как некрасиво выглядит далее меняла потом опять не поменяла один раз но в общем видите какое то есть надо обязательно менять местами петли как я показывала но и здесь вот видите это кромочная когда вяжется изнаночная видите это кромочная то есть она вот так вот вы ну не очень аккуратно все таки видите обычная кромочная которая вяжется изнаночной петлей как выглядит и как выглядит лицевой вот что я говорила чтобы этот узелочек был он плотнее как бы он плотнее и поэтому выглядит она аккуратнее если кромочную вязать лицевой петлей вот это то что я забыла сказать вначале то есть в образе в заготовке кармана кромочную вяжем обязательно лицевой петлей чтобы получились те узелочки за которые я хватала все девчонки на этом все с вами была века и школа рукоделия всем пока пока